Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Я тут подумал, обещал-то я вам регулярно показывать очень простые и очень быстрые рецепты, а в последнее время все что-то снимаю, какие-то очень длинные. Пусть от меня там и времени немного требуется, но все равно рецепты занимают уйму времени. Думаю, надо исправляться. И сейчас я вам хочу показать очень простой, очень быстрый способ выпечь себе что-нибудь на завтра. Я подсмотрел такую вот выпечку у испанцев. Они вообще любят навалить всего на готовое слоеное тесто, судя по тому, что публикуют в здешних кулинарных журналах, и запечь. И мне показалось, это очень неплохой идеей. Так что давайте приступать. Мне понадобится один листик готового слоеного теста. Какое конкретно использовать, дрожжевое, без дрожжевое, в данном случае без разницы. На ваш вкус. Оно хранилось в холодильнике при температуре 0,5. Если же у вас оно только из морозильника, то, конечно, надо бы его разморозить. Такой замечательный лист теста. Сразу разделю его на 4 части, потому что у меня будет 4 изделия. И делать это мне удобнее ножом для пиццы. Раз, два. Конечно, не очень аккуратно, но как есть. Сразу переложу его на противень и проведу одну простенькую процедуру. Я хочу получить бортики у своей выпечки. Для этого надо сделать вот такой надрез. И не доходя до этого угла, до края, второй надрез. Поднимаю и кладу вот сюда. А этот уголочек с перехлёстом ложится вот сюда. Всё. Начинка пойдёт вовнутрь, а эти края, неприкрытые начинкой, в печке поднимутся. И получатся такие бортики. И то же самое проделаю с остальными кусочками теста. Вот так закончил. Конечно же, если у вас эти кусочки теста будут изначально квадратные, то и складки вот такие получатся гораздо более аккуратными. Но, в принципе, не переживайте. Даже если они прямоугольные, всегда можно чуть-чуть потянуть тесто. И всё будет нормально. В конце концов, в животе всё перемешается. Что будете использовать вы, я не знаю. Это может быть всё, что угодно. Я не собираюсь класть большое количество начинки. Мне кажется, что буквально по одному ломтику шампиньона, ну, по парочке ломтиков, может быть, и также по ломтику любого другого овоща для этого количества выпечки будет более чем достаточно. Помидорку, нарезанную тонкими пластинками. Так, обязательно лук. Лук здесь был бы идеален шалот. Он не такой резкий вкус имеет. Больше у него сладости. Но шалота у меня нет, поэтому такие кружочки пойдут этого лука. Немного сладкого перца. Вот такую пластинку я делю. И один из самых главных ингредиентов, на мой взгляд, вяленые помидоры. Они у меня хранились в холодильнике. Если кто-то пропустил, щёлкайте сюда и смотрите. Я рассказываю, показываю, как можно завялись помидорами и чем они так хороши. Здесь же вкратце хочу напомнить, что вяленый помидор имеет чрезвычайно концентрированный вкус. Там и кислота, и сладость. Это классно. И здесь, для такой выпечки, с большинством нейтральных овощей, мне кажется, он очень нужен. Ну, собственно говоря, можно собирать всё. Всё. Теперь в таком виде отправляю в духовку при температуре 180-200 градусов минут на 10, наверное. Мне нужно, чтобы тесто по краям начало подниматься, а внутри оставалось ещё сыроватое, потому что это ещё не всё. Нагрев я выставил верхний и нижний. По большому счёту, это не очень важно, как готовить в данном случае, потому что сейчас это очень-очень тонкое тесто, и готовится оно быстро. Если вы готовите что-то более серьёзное, я вам рекомендую посмотреть вот этот ролик. Здесь я подробно рассказывал, как обращаться с разными духовками и как пользоваться разными режимами. Подождём 10 минут. 10 минут прошло, и вот такой вид приобрела наша выпечка. А теперь, собственно, то, ради чего я сейчас и достаю. Я хочу добавить в каждый такой, взомнём его пирожок, по перипериному яйцу сырому. И опять отправлю в духовку. Руки-крюки, а! Ну вот, а вы говорите, всё у меня ловко получается. Видите, раздавил яйцо. Ещё для разнообразия я добавлю чуть-чуть кукурузы. Вот же завтрак получается овощной. Немного соли. Заправлю это всё каплей ароматного оливкового масла. Всё, отправляю это дело в духовку на 2-3, может быть, 4 минуты. Сейчас увидим. Собственно говоря, всё готово. Сейчас переложу эти, по сути, горячие бутерброды с противня. Вот, смотрите, какая красота у нас получилась. Ну что, надо пробовать. Вот такая простецкая выпечка. У нас получилось. Да, конечно, по сути, это горячий бутерброд с кучей разных всяких овощей. Абсолютно ничего особенного. Но, на мой взгляд, на завтрак это всяко лучше привычного куска хлеба с куском сыра. Хотя, конечно, всё зависит от сыра. Но сегодня-то всё. Надеюсь, что сегодняшний рецепт был действительно короткий, простой. И, что самое главное, на мой взгляд, этот рецепт позволяет проявить вам фантазию в части начинок и вариантов завтрака просто неимоверно. Творите на кухне, относитесь к приготовлению пищи как к искусству. Спасибо за компанию. Всем пока.